Монстр мобайл получился хуём, там большое количество багов, и если вы хотите узнать, как закрылся Монстр мобайл, то досмотрите данный видеоролик до самого конца. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Разумеется, я не мог обойти этот инфоповод стороной, потому что у меня уже совсем недавно, если вы смотрите все ролики на этом канале, у меня совсем недавно выходило видео насчёт того, что вот Монстр мобайл, казалось бы, такой, знаете ли, проект от людей, которые в DM в сфере сампа, они вроде как уже, знаете ли, обосновались. Тем не менее, Монстр мобайл получился хуём, потому что, типа, самый большой онлайн составил то ли 136 человек, то ли 138 человек, то есть я точно не помню. Ну, как и следовало ожидать, ну, как обычно всё это и говорится, 3 из 10. Я вообще не удивлён, там было много скинов бомжей, там было много всяких прочих вещей, вот поэтому сервер и не удался. Всем спасибо за просмотр. Нет. А средний онлайн около 100, и как вы понимаете, для проекта, который как бы уже является мастодонтом по DM, там, и гангвару в сампе, это, ну, не особо хорошо, могло быть и лучше. И также многие отпечали, там, большое количество багов, то, что, а вот, знаете, клиент там вылетал, и всё-всё-всё, и всё такое, и тогда на тот ролик, который вышел, там, около 3-4, возможно, 5, возможно, 2 дней назад, она ставили дизлайк. Конечно, не особо много, но осадочек, конечно же, остался, и наставили, как бы вы думали, кто, игроки Monster Mobile, которые, знаете ли, верят во всё это. Стоит признать, что у каждого сервера есть такие, знаете ли, адепты, такие, что ли, я не знаю, фанаты, которые постоянно, вот, будут защищать сервер, на котором они играют. Так было с Advance Roleplay, так было с Absolute Roleplay, да даже с Arizona RP так было, потому что, ну, вот, как бы у Arizona RP, по-моему, даже, вот, аудитория самая преданная, в отличие, наверное, от... Хотя нет, наверное, всё-таки самая преданная у Absolute RP, сколько же они всё-таки от дизлайков наваливают, бывает, и вообще, как бы, ну, сами понимаете. Однако, не так давно вышел пост от создателей Samp Monster Mobile, Monster RP и вот всё-всё-всё вот этого, знаете ли прочее, в котором они рассказывают о том, что вот, ну да, ну вот, вышло так, получилось вот как-то вот так вот. И, в общем-то, я сейчас могу вам процитировать, то есть, как там примерно всё это было, там, что они написали то, что мы имеем на данный момент, там, всякие плохие вот эти вот обстоятельства, которые получились вследствие всяких вот этих, знаете ли, ситуаций, всяких вот этих вот, знаете ли, всех причин, и объяснять за каждую причину мы смысла особо не видим. Вы сами всё прекрасно видели, если были там на открытии, там, я не знаю, на ОБТ, на ЗБТ, там, на ЗОБТ, на ОБТ, и вот на всех на этих, знаете, или прочих вещах. Если вы были, вы сами всё можете это прекрасно видеть, если смотрели, допустим, а мой видеоролик всё так же, можете прекрасно вот это вот видеть. И, в общем-то, как-то так. Но стоит кое-что уточнить. Это не объявление о закрытии, как они сами говорят. Мы просто уходим на переработку игрового мода, и хотим вот сделать то, что, знаете ли, вот будет у нас реализовано, то, что мы сможем реализовать за время вот этой вот, знаете, всей доработки, вот этого вот всего закрытия, и вот всего-всего этого. Но хочу кое-что сказать. Я в GTA Sampia, если так, знаете ли, активненько с 2016 года, я посмотрел на большое количество серверов, которые открывались, которые закрывались, как они себя вели, что с ними вообще было. Самый такой, знаете, скандальный проект, это был Confidence RP, лично у меня, да, с которым мы оскандали долгое время. И вот, что я могу сказать. После вот этого закрытия на переработку, сервера редко выходят из вот этой самой переработки. Да, возможно, выходят, и хотят что-то там посмотреть, что-то там поделать. И вначале онлайн-то будет вполне неплохой. Кто-то зайдёт, кто-то захочет посмотреть, как там, что на моём дорогом вот этом, знаете, Monster Mobile. Мне всё будет интересно, мне всё будет классно. Давайте, рассказывайте, что у вас там вообще такое сложилось. То есть зайдёт, поиграет, посмотрит, увидит, что исправилось-то не так уж и много вещей. И скажет, что да, да, фу-фу-фу, в пизду, блядь, всё. То есть я посмотрел, я всё сделал, пусть там ещё что-то дорабатывают. И вот так весь онлайн и уйдёт. И в конечном итоге на Monster Mobile, RP, Android, Sample, GTA, Sample будет достаточно мало вот всего, всех вот этих, знаете ли, вещей. Вследствие чего мы получим маленький онлайн, вследствие чего мы получим тильт от разработчиков, возможно, депрессию, возможно, все прочее, вытекающее из всего этого. И по итогу этот самый Monster Mobile в очередной раз закроется. Опять же, это всего лишь моё предположение. И оно может в корне отличаться с тем, что думаете насчёт всего этого вы. Поэтому, если вы что-то думаете, если вам кажется, что я несу хуйню, как обычно, или не как обычно, или как вам обычно кажется, то можете, разумеется, обо всём этом написать в комментарии. Я с вами с удовольствием подискутирую на тему закрытия, последующего приоткрытия, перезапуска Monster Mobile. А вообще, данный геймплей, данный ролик вообще был заснят на сервере Arizona Roleplay Phoenix IP. Данной сервер находится в описании. Заходите туда, там же есть мой никнейм Dante Connor, и вообще есть много всего именно вот там вот. Поэтому заходите туда, там же в описании имеется в виду. Есть мой никнейм, по которому вы сможете получить целых 300 тысяч вертов при достижении вами пятого игрового уровня. Также там есть ссылочка на мой телеграм-канал, в котором уже более 500 участников. Заходите, давайте добьём уже 600 участников, чтобы всё было максимально круто, максимально классно, и вообще мы более ни в чём не нуждались. Всё, спасибо за просмотр данного видеоролика. Я с вами не прощаюсь, увидимся завтра, тут же, в 20.00, а возможно попозже. В любом случае, устанавливайте колокольчик, либо не устанавливайте колокольчик, либо отписывайтесь, ставьте лайк или дизлайк. Ну а я пошёл.